И чё, надо ещё написать? Кудряша. Здорово. Это кто? Уходи! Это опоссум! Это опоссум! Слушайте, ну я немножечко разочарована. Немножечко разочарована. Ой, ладно. Всем привет, котят, и меня зовут Лана, и это вторая часть Аманды-путешественницы. Вернее, пока что только демка, но скоро выйдет наверняка полноценная игрушка. Да, тут что-то жуткое происходит. Это заставочка, но она, как всегда, вы знаете, что это за игра. Если вы видели у меня прохождение первой части, то вы можете убедиться. Слушайте, а нет ли тут никаких пасхалочек? Потому что очень странно это всё выглядит, конечно. Я бы, может, и посмотрела. Но ладно, давайте начинать. Давайте посмотрим, что будет в этой игре. Пока что она бесплатная. Ага, используется функция автосохранения. Хорошо. Здравствуйте. Итак, стоечка информации. Это какой-то дракончик. Ну, в общем, это, я так понимаю, библиотека или книжный магазин. Но для магазина тут нет кассового аппарата. Значит, это библиотека. Итак, он говорит, что его зовут Венди Вирм, и он мой ассистент. Можно отсканировать книгу, в общем, чтобы посмотреть историю. А у нас здесь ещё какая-то... Ага, целое письмо. Итак, привет, Маргарет. Нашла странную кассету при возврате книг. Я её не смотрела, но надеялась, что ты сможешь посмотреть, когда сможешь. Ну, в общем, когда у тебя будет время её посмотреть. Она находится в запятом шкафу. Ты запомнила код, правильно? Так, ну, в общем, здесь она ещё говорит про то, что какие-то книги были подделаны, и это пять раз за неделю. Их отложили для меня. Я Маргарет, получается. То есть это письмо мне... Аааа! Что там происходит? Секундочку, я не дочитала ещё. В общем, короче, в базе данных библиотеки должна быть ещё вся информация о книгах. Поэтому, да, вот книга какая-то. Тут что-то написано. Давайте отсканируем её, что ли, сюда. О! Секундочку. Э, книжка, книжечка, иди сюда. А как её сканировать-то? Ну, видимо, не здесь сканировать. Я не знаю, где можно сканировать книгу, чтобы узнать о ней информацию. Мне тут пообещал этот червяк или не червяк, кто ты. Но кажется, это враньё. Ладно, это, по-моему, это просто копировальный аппарат. А где тогда сканер? Ну, ладно. Так, тут что-то написано. По-моему, она как-то подчёркана JP6. Хорошо. Хорошо. Мне, значит, надо найти, наверное, книжечки вот эти, которые тут у меня разбросали. Ну, или подготовили, потому что это вообще-то валялось. А остальные где-то присутствуют? Может, вот тут можно их отсканировать? Либо он мне врёт, этот дракон или червяк, кто бы он там ни был. О, книжечка ещё одна. И здесь DS3. Что это, я тоже не понимаю, но, допустим, пусть будет. Я их все здесь поскладываю, вдруг они мне тут понадобятся. А что они такие серые? Серые. Ну, ладно. И я не очень поняла, кто тут ходил. Шум был, конечно, далеко не приятный. Ещё книжка. Но прям на полу валяется. И ничего в ней нет. А это нормально. Ну, хотя, наверное, это как раз-таки и есть обычная книга. Положу их тут, чтобы всё было так аккуратненько. Так, опять какой-то звук. И кто там? Шарится по моей библиотеке? Ночью, скорее всего, потому что тут никого нет. О, ещё книжка. CE5. И вот ещё книжка. И здесь у нас ничего. И что мне с этим делать? То есть у меня три книжки, кажется, с номерами и две без номеров. О, ещё одна. Прочерк, прочерк, восемь. Любопытно. Ничего не понятно. Надо, наверное, мне куда-то туда книжки отнести. Но, с другой стороны, я вижу только одну штуку здесь, которую можно использовать. Это то, что мне написали, что какой-то код для запертого ящика. А, вот этого, что ли? Ага, тут четыре циферки. Ну, давайте смотреть. Что у меня тут вообще присутствует? Шесть. А в каком порядке? Три. Восемь. И остальные пустые, да, были? Или это не пустая? Дайте посмотреть. Это пустая, да? А, там ещё что-то. Там ещё какая-то шесть, три. И это мне нужно порядок ещё угадывать. И почему так медленно хожу? Ладно, вот это, да, кажется, у нас была с надписью. Да, пять. Ну, давайте попробуем по порядку. Но мне кажется, что тут... О, подождите, может, это слово какое-то написано? Ну, вообще, вряд ли. Ладно, давайте попробуем. Я не знаю, в каком порядке их нужно тут ставить. Но, допустим. Шесть, три, пять и восемь была ещё одна. Мне кажется, ничего не получится, ребят. Ну да. А, что? Обалдеть. Ладно. Вот и кассета. Ничего себе. А что мне с ней делать? А куда её? Ну, тут у меня... У меня даже... У меня даже системного блока нет. Это просто монитор, ребят. Ну, или, знаете, это мак, и у него вот здесь вот, ну, как бы, моноблок такой, в общем. Там. Прикольно. А современная техника в библиотеках? Тут тоже некуда, да, вставлять? А где я буду кассеты смотреть? А, подождите, тут какой-то детский уголок. Я, кстати, не посмотрела. А, точно, я же видела, но я почему-то не обратила внимания. Ух ты. А это, кажется, постер именно с Амандой, и она говорит, читай. И она так-то миленькая, но звучит это очень, ну, как... О, ха-ха. И тут тоже. Ну, это немножко жутко. Так, ладно, давайте смотреть кассету. Я боюсь, что я не успею всё перевести, если здесь что-то будет. Но, по крайней мере, мне интересно. Итак, Аманда. Опа! А кудряша-то немножечко, кажется, вычеркнули отовсюду. Итак. Привет, друзья, я Аманда. Вы хотели когда-нибудь далеко-далеко уйти, да? Вы можете или мы можем? Хм... Хотя бы в воображении можем. С моим магическим поездом! Если бы вы могли увидеть кого угодно в мире и посетить, кто бы это был? И чё, мне надо что-то написать? Очень интересно. Интересно, по-русски тут можно написать? Ага. Вот чё она от меня ждёт? О, слушайте, а давайте мы напишем... Кудряш. Кудряш. Ей, правда... И чё, надо ещё надо написать? Кудря... Кудряша. Звучит весело. Любит она мечтать о всех местах, в которые мы можем поехать. Давайте мы какой-нибудь тут составим... Ага. Составим... Список... Ой. Я... Я нажал, кажется, на Париж. Ага, здесь очень темно. Нужно ли... Слушай, ты меня пугаешь. Давай лампу включим. Давай лампу включим, так уж и быть. Это кто такой? Носатенький. Так намного лучше. Теперь давай спланируем путешествие. Угу. Есть три места, куда она хочет съездить. Ага. Сначала к Эйфелевой башне. Угу. Ну вот она. Ага. Сначала в Париж. Хорошо. Ага. И билет в Париж стоит две монетки. Давайте посмотрим, сколько у нас в копилочке. Как лучше всего открыть копилку? Ага. Можно вытащить... Ага. Вот эту вот затычку. А можно ее разбить. Но я хочу вот вытащить. Ага. Ты не весела. Ты порежешься, блин, если разобьешь ее. Поэтому давайте. А потом еще можно еще использовать. Так. Ну давай. О, есть монетки. Отлично. Отлично. У нас хватает монеток на путешествие. Давай посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Как весело. У меня есть пять монет. И этого более чем достаточно для первой нашей поездки. Нам нужно две монетки. Можешь их посчитать? Эээ. Ты сама считаешь, слышь? Минус две. Остается три. Ну. Ага. А дальше она хочет поехать куда-то в очень особое место. Угу. Остров мертвых кукол? Что? То есть не в Лондон, не в Египет, не знаю, что это. Тоже что-то очень интересное. Она хочет на остров мертвых кукол, да? Ага. А по-моему, это вообще-то Рио-де-Жанейро, нет? А, подождите. Она хочет сюда, здесь. Мертвые куклы. Она имеет в виду Муми? Какой ужас. В Мексику, короче, она едет. Три монетки, и нам хватает. В любом случае. Ага. Итак, это поездка стоит три, и нам нужно вычесть. И мы вычли. И у нее не хватает пальца, кстати, тоже. О, нет, это все наши монетки. А она еще куда-то хотела съездить. И нам нужно больше денег. Куда же мы поедем? Что же мы будем делать? Опа. Она может продать куклы. О, Господи. Что будет дороже всего? Наверное, вот это. А что, вот это, что ли? А. Мы будем продавать вот этого вот. То есть, резиновый петух, который орет, скорее всего, дороже, чем та игрушка. Ну, ладно. Но ей он очень нравился. Она смеялась всегда. И теперь она его продает. Это вот так продажи происходят. И мы получили еще три монетки. Ура! Ну, и давайте посмотрим, куда она еще хочет. И она любит историю. Ага. Она хочет узнать о Джеке-потрошителе. Но он же был в Лондоне. И нам не хватит монетки. Тут только три монетки тебе не хватит. Да. Стоит четыре монетки. Все верно. А у тебя только три. Какая досада. Ага. Ага. Никуда не поедем. Но. Подождите. У меня есть монетка в кармане. Ух ты. Теперь их четыре. Здорово. Этого... Это кто? Нет, уходи. Это апоссум. Это апоссум. Он ее укусил. Так. А что ты делаешь? Ой. Он съел монетку? О, боже мой. Нет, нет, нет. Он съел мою монету. О, боже мой. Это кажется на математику у нас серия Аманды. Ну, съела апоссум монетку. Ага. В истерике. Хорошо. Я хочу поехать в мою поездку. Где я могу найти еще монет? Ну, в диване обычно монеты. Ты поищи. В диване монеты всегда лежат. О, ты умный. Всегда в диване что-то застревает. Это точно, ребят. А это что такое? Ого. Еще три монеты. Нормально. Пойдет. Даже две остались. Отлично. Пора на поезд. И как ты поедешь? Ага. Ты тут платишь монетки. Понятно. Ну что ж, забирается. И поехали. Где же наша первая остановка? Мы планировали в Париж. Это весело. Но я бы на самом деле хотела путешествовать по миру. Ага. Это все? Это все? Ничего страшного даже не показали? Слушайте, ну я немножечко разочарована. Немножечко разочарована. Ой, ладно. Ой, ладно. Здорово. Ой, спасибо. Это мне еще одна кассета. Благодарю тебя. Спасибо. Это я посмотрю. Посмотри меня. Я посмотрю. Пока. Прикольно. Вот это уже весело. Ой, смотрите. Кудряшей можно считать. Аж 10 штук. Так, ну что. Давайте смотреть еще одну кассету. Мне кажется, тут как раз и будет самая жуть. А где субтитры? Ага. Есть легенда. Особенные игрушки. Я не могу переводить и слушать. А, ну тут обрывки какие-то. Ага. Так. О, опоссум. Как ты сюда попал? Уходи. Он ее сейчас укусит точно. Нам не нужно было об этом говорить. Или мы не говорим об этом? Я Аманда. Я Аманда. И ты мне вообще не помогаешь. Лучше сделай что-нибудь другое. И что? Ага. Ага. Чего ты боишься? Ага. Ага. И готовься к приключению. И это будет осенью 2024 года. То есть, ребят. Это такой анонс, можно сказать, игры. Это как бы вторая часть. Но пока что только демка. И это вся демка. То есть, вы просто находите кассету, смотрите. А потом вам любезно предоставляют еще одну кассету. Довольно неплохо. Но маловато. Маловато. Будем ждать полную версию. Ой, господи. Опять что-то тут проскользнуло. Я не очень люблю такие жуткие штуки. Но, в принципе, вы сами знаете, что это за игра. Ожидалось, конечно, что будет немного более жутко. Но в целом неплохо. А на сегодня будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока.